Продолжение следует... Важный момент, потому что мы прекрасно понимаем, что на российская пропаганда, там в эфире невозможно даже, наверное, моргнуть без согласия Кремля. А тут этот, допустим, тот же пророк с Индии начинает говорить, что Украина не сдастся. Ну, знаете, такие аккуратные фразы. Он не говорит, что Россия проиграет, но он говорит, Украина не сдастся, и все закончится достаточно мирно. Там где-то в марте-апреле. И там тоже таролог, такие же пошли нарративы. К чему, в принципе, готовят россиян? К тому, что... Ну, то есть это такой плавный подход к тому, что Россия таки, в принципе, ничего не получит. И просто, если что-то и получит, так это по зубам в этой войне. Сурово вы выражаетесь, но справедливо. Да, к этому и готовят, конечно. Это, несомненно, элемент такой вот работы профессионалов. Кстати говоря, они довольно удачно работают. Опять же, они переводят острую фазу в хроническую. А теперь они понемножку рассказывают, что да, через 2-3 месяца, через полгода, весной, или ближе к лету. Война так... Война. Не специальная военная операция. Война. Так или иначе закончится. Вы знаете, не надо быть тарологом, чтобы... Хотя у меня тут важное уточнение. Пророком можно так называемую специальную военную операцию назвать войной? Ну, даже уже Кириенко сказал, что война. Он говорит, задача сделать войну народной, он сказал. И это, конечно, не получится. По целому ряду причин об этом говорить не будем. Но уже война. И, значит, не надо быть знатоком астрологии, тарологии и каких-то еще форм гадания, для того, чтобы сказать, что война раньше или позже заканчивается миром. Но уже никто не говорит, что она заканчивается победой.